То есть ничего другого в селе нет. Нет ни клуба, ни места сбора граждан. То есть у нас сбор граждан происходит возле магазина, напротив мусорки. Всё, больше других мест нет. С 2020 года мы рассказываем о том, как жители посёлка Лебяжий под Уфой борются за сохранение озера Большое Лебяжье. На свои средства они чистили и углубляли дно, проводили субботники и обивали пороги всех инстанций. Всё ради того, чтобы в маленьком посёлке появилось место для отдыха. Таскали деревья вон туда. Конечно, я живу. Денежки немножко перетислили, пока пенсия есть. Чтобы здесь блогу устроили, чтобы наши внучки, которые у меня в четыре здесь живут, как раньше были, загорали, купались. Ну, Деньга мне помогала, послала, и дочка, и все. Все мы послали. Почему не помогать? Я всю жизнь здесь прожила. Дети мои выросли здесь. Внуки сейчас шестер и тот же растут все. Потому что это наши Лебяжья всю жизнь. Забетые было, никому не нужные. А так вообще боремся с 2008 года, когда озеро начало засыхать. В 2014 году нас ставили в программу в очередь по реабилитации малых рек и озёр, а потом исключили по непонятным причинам. И в этом же году у нас тут вокруг озера земля стала сельхозназначение. Либо кто-то не хочет, чтобы водоём у нас существовал, либо государство у нас, к сожалению, относится так. То есть детям оставить нечего. А вот ещё лебеди летают над озером. Неужели они приземляются? Смотрите. Гурлычат лебеди. Кажется, они сядут тоже. Ой, здорово. Вот бы, а. Столько лебедей. С ума сойти. После первых субботников и очисток на озеро спустя несколько лет снова приземлились лебеди. Неподалёку начали гнездиться утки и плавали андатры. В начале мая Анна запустила в воду мальков, карпов и амуров. Через 10 дней вода стала прозрачной, а рыба погибла. Я собрала бутылку с водой, увезла на анализ. И результат, если честно, меня шокировал. То есть марганец в нашем водоёме на 74,4 превышает ПДК. Помимо этого сульфатов очень много, магний, железа. То есть там вся таблица Менделеева. И в природе просто такого существовать не может. Даже если предположить, что там марганец выделяется при разложении растений, рыб, но не в таком количестве. 74,4. Туда даже руки нельзя сувать. То есть там сплошная химия. Эколог и председатель Всероссийского общества охраны природы в Башкирии Сергей Бурлаков уверен, что химикаты в озере – дело рук человека. Скорее всего, мои предположения, что машина, какая-то спецтехники, выкачив где-то, скажем так, жидкие бытовые отходы, не утрудилась как бы лёгкого пути, а слила как бы в границах этого водного объекта. Это следствие чего? То есть по анализу мы видим, что большая таблица Менделеева, то есть химических элементов, как марганца, железа, сульфатов, аммония, аммиака. По просьбе жителей 23 мая на озере поработали сотрудники управления госаналитического контроля. Они взяли пробы воды, сказав, что результаты будут готовы примерно через неделю. Контроль за осуществлением по 1300 закону осуществляет Минэкология. Минэкология должна была по первому же заявлению приехать сюда, составить акт, выявить, ну скажем так, право нарушения. И более того, она должна составить распоряжение, какие работы здесь должны производиться. То есть механический способ, то есть убрать, ну как бы, видите, и пленка, и остаток на дне, который выпал после вмешательства. Я так думаю, что это человек. В природе нет таких элементов в естественном водоеме. Несмотря на то, что поселок Лебяжий в составе Уфимского района, в администрации нам заявили, что произошедшее – это ответственность Министерства экологии. В ведомстве нам сообщили следующее. Специалистами ГБУ РБ Управление аналитического контроля совместно с инспектором Уфимского территориального управления Минэкологии РБ 23 мая отобраны пробы воды из озера Большое Лебяжье в трех точках. О результатах анализов оповестим дополнительно после получения результатов. Стоков и сбросов в водоем не обнаружено, запахов не ощущалось. Жители не исключают, что найденные в озере химикаты могут быть с дороги, которая находится поблизости. По их словам, пыль, которая ежегодно поднимается, также содержит в себе кучу вредных веществ. Что касается отравления водоема, то местные не столь хотят привлечь к ответственности виновных, сколько добиться участия компетентных органов и опытных гидрологов. Хочется, чтобы администрация Минэкологии как-то более внимательно отнеслись к нашей проблеме. То есть, если бы озеро, скажем так, вот эта площадка была благоустроена, наверное, бы какой-то там не мог заехать сюда и слить непонятно что. То есть, сейчас как бы выглядит, как будто это лужа. Может быть, это была осенизаторская машина, которая проехала лесочек, даже вот достаточно здесь слить, все равно попадет в проток наш. А когда место будет благоустроено, уже у человека как бы другое отношение. То есть, для начала нам нужно перевести землю вокруг озера в земли общего пользования. За это мы боремся уже второй год. Потому что пока у нас земля сельхозназначения. А на земле сельхозназначения, к сожалению, благоустройство территории никакое производить нельзя. Это карается штрафом. Поэтому какие-либо работы по благоустройству территории мы провести не можем на данный момент. Несмотря на вновь обмелевшее озеро, которое к тому же отравлено, жители не намерены сдаваться. Они продолжат бороться за сохранение водоема. А мы продолжим следить за развитием событий. Эльнара Хасанова, Роман Нагуманов, телеканал ЮТВ.